В основном идут продукты питания, детские подарки и вещи для малоимущих. Вот этот груз приходит в Министерство обороны, а мы в свою очередь стараемся обеспечить те слои населения, которые нуждаются нам. Регулярно приходит дата. Мы помогаем через таможню проехать, сопровождение, безопасность, прибытие до места и распределение. Планируется ли еще груз? Конечно, конечно. Хотим работать на постоянной основе. Во все города ДНР, конечно. Ну и вопросы, не касающиеся этого дела. В настоящее время что представляет собой вооруженные силы ДНР? Организационная структура и боевые возможности? Организационная структура, конечно, говорить не буду. Скажу так, что настоящая, регулярная, профессиональная армия, которая готова любому противнику дать отпор и защитить границы ДНР. Как Вы оцените перспективы и направления дальнейшего развития вооруженных сил ДНР? Необходим ли закон о всеобщей воинской обязанности? Или мы обойдемся профессиональной армией? Нет, закон о всеобщей воинской обязанности никто не отменял, я же сами понимал. Призыв был во все времена. То есть я как бы считаю, что он нужен. Я считаю, что любой молодой человек должен отслужить вооруженных сил. Вы же помните, что раньше, да, было, что если человек не служил, как говорили наши отцы и деды, даже девушки внимания не обращали. Поэтому я считаю, что это обязанность каждого гражданина ДНР, который не отслужил вооруженных сил ДНР. И перспективы различные. Нет, ну тут как бы никто никого не заставляет, сами понимаете. К этому должно быть расположение. То есть человек должен сам понимать, что он хочет. Если он хочет идти работать в шахту, как бы это его, ему это нравится, конечно пусть идет работать. Кто хочет служить в армии, с удовольствием, почему нет. Армия это щит, щит ДНР. Я считаю, что это почетная обязанность каждого гражданина. Потом, по истечении срока службы, конечно, уже личное его дело. Оставаться на контрактной основе служить или увольняться и заведите работу граждан. Желающих остаться на контрактной службе много? Да, желающих очень много остаться на контрактной службе. Во-первых, находится на всех видах удовольствия, полностью обеспечения. Потом стабильная заработная плата. Ну и престиж. И какую деятельность проводит министр обороны ДНР в сфере социальной защиты и помощи как военнослужащим, так и мирным жителям республики? Разрабатывается ряд законов и положений. Уже многие подписаны, уже многие находятся сейчас на подписании Народного совета, на рассмотрении Народного совета, на подписании главы Донецкой народной службы Александра Владимировича Захарчика. То есть, как бы, работа ведется. Много, как бы, подводных камней я пока касаться не буду, потому что, ну, пытаемся решить вопрос, и вот, законодательно, чтобы это все, ну, чтобы это все было правомощно, так скажем. То есть, занимаемся этим. А социально стараемся обеспечивать и поддерживать семьи погибших военнослужащих. Вот. Тех ополченцев, которые пришли до создания регулярной армии. Вот. Тоже мы про этих людей не забываем. То есть, те, которые начинали в Славянске и не попали уже непосредственно, когда уже армия сформировалась. Все равно мы оказываем всяческое содействие. Как родным, близким, детям, погибшим военнослужащим. Ну, вообще всем военнослужащим, которым это нужно. На данный момент обстановки можете заполнить? Ну, обстановки вы видите, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины регулярны. Сегодня со стороны ВСУ было 39 обстрелов. 34 обстрела по Донецкому направлению. Это, в частности, аэропорт. Вот. 4 обстрела было по Горловскому направлению и один там по Горловскому направлению. Так что такая ситуация. То есть, то, что говорят, перемирие, как бы, и все остальное, нет. С нашей стороны оно соблюдается, но с той стороны оно, к сожалению, не соблюдается. Ну, и, как мы знаем, у нас праздники. Продолжается Ваше пожелание жителям именно Горловки в этот день. Вот вчера был праздник такой, старый Новый год. Честно, хочу сказать, что хочу всем пожелать крепкого здоровья, терпения. Самое главное терпение. Потому что, ну, вы сами понимаете, большое дело сделали, начали, как бы, нужно какое-то время, тяжело. То есть, ну, скоро, да мы уже приходим к нормальной жизни. То есть, если бы не боевые действия, то, я думаю, вообще будет все хорошо. Поэтому крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, семейного благополучия. Самое главное мирное и мирное право. Спасибо.